И наконец-таки вот к чему я шел к комментарию Алеши Попович, который просит Здравствуйте! Можете записать видео о воспоминаниях о своих тренировках в спортроте, встрече с Прикфеллером, Риггертом, Колесником и так далее? Застали ли жим стоя до 1972 года? Сколько успели набрать троеборий? Заранее благодарен. Ну давайте начнем. Значит троеборий я застать застал, но вот только его застал, как оно, сразу же жим отпал. Значит в жим стоя я застал это движение, но я по нему не выступал, то есть пытался тренировать. И смотрите, если я родился в 1954 году, то в 1972 мне было 18 лет. 18 лет мне было, ну вот так где-то, 18 лет. И я особо, особо не ничего не набрал, не показал, потому что именно по-настоящему я где-то начал заниматься как раз вот в 1971 года, ну более-менее самостоятельно. Ну что это там такое? Поэтому где-то тогда пацаном я, по-моему, более 60, наверное, даже и не сжал там технично. Напомню, вот это же технично такая разжать, прогиб назад, уход в жиме. У меня как щепнуло что-то в позвоночнике. Я после этого перестал делать жим стоя этот классический. И, кстати, его отменили, пошел, значит, троеборий. Значит, в троеборе не успел я ничего набрать, в жиме стоя тоже не успел ничего такого набрать. Хотя уже впоследствии, когда я, значит, просто уже был, так сказать, при теле и при силе, я из-за головы в рывковом хвате сжал, по-моему, 110 раза на два. Из-за головы, значит, под наклоном я сжал, или даже чуть ли не сидя сжал, 160 килограмм. 180 лёжа я сжал. Ну вот так вот примерно. Ну это уже так просто было. Просто были занятия. Далее. И начнем теперь сначала. В спортроте. Ну что, в спортроте мы приходили с утра. То есть, что такое спортрот? Спортрот отбирают перспективных спортсменов заранее. Призывают их в спортроту. И там, значит, они живут. Живут, как правило, значит, такие, как казарма. Здесь где-то более штангисты, здесь более там ватерполисты, здесь более ещё там боксёры, борцы по кубрикам. И вот так мы живём. Значит, наступает новый день, развод делается, и нас мы берём увольнительное и пошли на тренировку. То есть, после завтрака, то есть всё, пятое, десятое немножко, и всё, народ пошёл на тренировку. Это примерно, грубо говоря, всё в девять мы тут выходим. И по канале в школу высшего спортивного мастерства. Тренируемся примерно где-то до часа. У каждого, насколько я там смотрел, и в спортроте был я, каждый как-то тренировался сам, как он занимается. Так, наш тренер Семёный Сайк Шварденфильд, так, знаете, что-то там скажет. То-то-то-ро-то-то-то-то-то. Главное, чтобы, знаете, люди подымали. Вот они подымают, подымают. Как-то не было такого, чтобы планы какие-то были, там, особо там над техникой, там, что-то там такое. Ну, какие-то советы давались, но вот лично мне в толчке из груди никто не дал совета. Встреча с Прюкфильдером. Встреча с Прюкфильдером я с ним встречался неоднократно. И даже вот ему рекомендовали, как бы сказать, или намекали меня взять к себе для того, чтобы тренировать, как перспективного, значит, штангиста. Это как раз мне рассказал один мой знакомый. Вот, на что Прюкфильдер сказал, да, я как-то это, он же тяж, я, говорит, с тяжами уже обжегся, не хочу с тяжами, значит, работать. Ну, то есть, не совсем он что-то увидел во мне такое, что было бы, что было бы, так сказать, перспективным. Вот, ну, встречались мы с ним несколько раз, виделись, здоровались и так далее. Он такой скромный, нормальный человек. Далее у нас идет Ригерд. С Ригердом я его, знаете, Ригерда Алексеева я увидел впервые в шахтах, приехал на соревнования. Это был, наверное, год или 71-й, наверное, там какой-то там 71-й год был. Может быть, даже 72-й там был. А в шахтах там как раз что-то, то ли чемпионат России был, то ли чемпионат Союза был. И как раз и Ригерд, и Алексеев там установили рекорды. И вот только что закончилось соревнование с, это самое, во втором тяжелом весе. Они награждали, значит, Алексеева, куча народа подошла, Ригерд и так далее. Я вижу, Ригерд, он не такой уж большой такой человек, а я, значит, это, в эту толпу, значит, тоже там затесался, там, поздравления, том и сём, там. После удачного, естественно, соревнования, там, шутки различные. А я, Ригерд одетый уже был в обыкновенную одежду, вот, а Алексеев только что выступил. И я, значит, Ригерда в спину тыкал, думаю, что там у него за мышцы, что там у него за мышцы. Так, и он пару раз там обернулся, то есть ещё пацаном. Далее я его встретил в Спорт-Роте, он приезжал там наведать своего ученика Володю Межинского. Вот, как раз в Спорт-Роте, ага, то есть всё, поздоровались, так-сяк. И он, как раз там, знаете, у нас была гиря где-то, ну, возможно, килограмм, килограмм под сорок она была. Может быть, меньше, может быть, ну, где-то так. И не гиря была, знаете, вот от этих самых, такой, груз, которые стрелки там переводят. То есть стрелку перевели, потом раз, это там, положили её для того, чтобы она никуда там не двигалась, там, ни ветром, ничем. То есть такая своеобразная гиря была. И он так её как-то осторожненько там поднимал. Вот, а я, значит, как гирю поднимаешь, она обычно перелетает и сюда ложится. А он как-то её так, осторожно. И я только раз, несколько раз делал, а ну, я там боялся, что она тут мне что-то там может с запястьем там сделать или ещё чем-то такое. А потом я... Вот, вот этот момент запомнился. И, наконец-таки, мне запомнился самый последний момент. Это я уже был на Первом канале, вёл Малахов Плюс. И как раз мне надо было ехать с лихой в Москву. Остановился поезд, вот этот вот, постов Москва. Вот, выходит Ригерт, Ригерт выходит. И он первым делом, а я должен садиться здесь. Первым делом, значит, он здоровается со мной, то есть он интересовался этими вещами. Вот, так как приветливо, хорошо. И оказывается, я захожу в вагон, и мы с ним едем в одном купе. И вот там разговаривался, как он там охотился, рассказал там про 64-й год, как там Жаботинский с Власовым, что, мол, вот как он там его переиграл немножечко, там, знаешь, это для них как-то такое. Ну, и охота, что он тогда вот по, как там, лицензии, что-ли, даёт, что он там что-то двух кабанов завалил, или кабана и лося, ну, что-то там такое было. То есть это его, ух, водоражило. Ну, вот мы проехали. Я обратил внимание, знаете, вот у меня так, вот так я смотрю, запястье. Запястье, ну, вот вы видите, запястье. Кстати, вот это вот, видите, от лямок, когда вот вес начинает 360 килограмм байта и больше, просто-напросто лямки начинают резать тебя. Так вот у него запястье, знаете, вот как-то ещё вот так вот надо показать, оно у него такой вот ширины, то есть у него мощнейший костяк. И сейчас он вообще, конечно, вот это всё мясо распалося, вот, ну, вот это костяк остался вот такой. То есть вот я видел Игорь-то. Да, ну, в спортроте, в школе высшего спортивного мастерства, значит, он там тренировался, когда ещё выступал. Ну, и я там уже это самое, от спортроты смотрел, что там и как там он там рвёт. Как говорится, ничего особенного, просто, ну, подходят веса, да, побольше. Что-то там веса, не все веса он поднимал во время тренировок, но, тем не менее, на этим всегда пробовал там, получилось, не получилось. Далее, Кулю Колесникова я увидел там же, в спортзале школы высшего спортивного мастерства, ну, он такой небольшой, небольшой, будем говорить, паренёк, поднимал, вот если Аригерт как-то там поднимал, ну, как бы сказать, просто пытался большие веса там поднять, то вот Кулю Колесникова выделяла, знаете, отточенная техника, вот он филигранно толкал, рвал, всё вот, вот это, просто, знаете, вот, залюбуйся, как он это всё дело поднимал, чётко. Мышц особо у него никаких не было у Колесникова, нет, ну, вот, что ещё знакомый, который видел его раньше, говорит, о, Коля, да ты смотри, как ты это самое там прибавил. А как раз вот, то ли он ещё не был олимпийским чемпионом, это, наверное, в 76-м году было, наверное, в 76-м году было. То ли уже было, ну, не знаю. Я, конечно, могу набрать, посмотреть. Ну, и другие приходили интересные, конечно, люди, там, международники были, поднимали, поднимали, особенно, знаете, как, несколько, как бы сказать, поражали это выходцы и где-то из Кавказа. Да, Алым Ачичаев, кстати, был. Вот Алым Ачичаев, это как раз конкурент, а Ригер-то был, что ещё Ригер говорил. Я, говорит, его опасаюсь, Алым Ачичаев. Я его, ну, я его как-то в спортзале не особо видел, я его видел на пляже, на Штурском. Шляпа-самбрера, ну, он такой, знаете, вот, не хочется сказать, что он накачанный. Он не накачанный, а вот у штангистов это как-то проявляется несколько по-иному, знаете, такое, грубо говоря, здоровье, такое, такое, мясо, такое вот, ух! Вот, Алым Ачичаев, да? А другие, которые были, вот, как правило, они там тоже лихо поднимали, но как-то дальше особо они не пошли. И всё, говорю, на красной икре, мол, это самое, ложками есть или банками есть эту красную икру, и там 200 на грудь цепляли только так. А это как раз год был, смотрите, я-то сложил 73-75, это вот как раз 74-й так год. Вот это вот, всё это я видел. Ну, было, конечно, интересно, было интересно. Занимались и... Когда я выполнил мастера спорта, мы обмывали мой значок мастера спорта с Удодовым, Иваном Удодовым. Первым советским олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике. Писетта Романна, это вообще человек-легенда, незаслуженно забывший. Забыт он, потому что он был угнан в Германию, отсидел в Бухенвальде. Представляете, в Бухенвальде, ё-моё. В 45-м году его вынесли на руках полуживого, в 45-м году. А в 52-м он стал олимпийским чемпионом. Возможно, надо тогда было там как-то остаться, закрепиться, но... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну вот, пожалуй, и всё, так сказать. Знаете, когда специально начинаешь что-то там вспоминать, что-то вспоминается яркое, что-то особо-то не вспоминается, а потом приходит. Ну, вот такой вот, Алёша Попович. Так что, благодарю вас, что затронули эту тему. Был у меня такой, знаете, опыт в жизни. Общался, знаю, знаком.